19 век – это время глобального сдвига в европейском искусстве. Такие идеи, как национальное искусство, гениальный художник, являются продуктом 19 века. Это же век, когда искусство стало занимать небывалое до этого место в обществе. Как начинается 19 век в России? Начинается он с убийства императора Павла I в 1801 году и воцарением на престол его сына Александра I, встреченное всеобщим ликованием. Наступают дни Александровых «Прекрасное начало» по выражению Пушкина. Молодой император обещает грандиозные реформы. Он за отмену крепостного права, ограничение самодержавия и превращение России в республику. Эти будущие реформы активно обсуждаются в обществе. В 1812 году Россия побеждает Наполеона, самого сильного противника в Европе, а в марте 1814 русские войска войдут в Париж. Авторитет России в Европе поднимается на небывалую высоту. Став после победы в войне королем Польши, русский император дарует ей конституцию. Таких же вольностей ждут и русские люди. Начало века – это время полной надежды упований, романтической мечты, которая в итоге оборачивается разочарованиями и трагически заканчивается на Сенатской площади в 1825 году, в день присяги нового императора Николая I. Этим двум периодам – период управления Александра I и Николаевского царствования, периодам надежды и разочарований – следует эволюция русского искусства первой половины XIX века, которая проходила под знаком романтизма. В отличие от классицизма эпохи Просвещения, романтизм предпочитает правде разума, правду чувств. Выражения гражданских ценностей уступают субъективному «я», которое противопоставлено всему миру. Первым художником новой эпохи стал арест Кипренский. Сын крестьянки Анна Гавриловой, крепостной помещик Адьяконова, Кипренский родился на Мазинежинской, близ Петербурга, получил вольную при рождении и в возрасте шести лет был отправлен Дьяконовым в воспитательное училище Академии художеств, которую позднее закончил по классу исторической живописи. За картину Дмитрия Донской по одержанию победы над Мамаем он получил большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу. Положенная ему стажировка была задержана военными событиями в Европе до 1816 года, более чем на 10 лет. Как художник он сложился именно в России. Несмотря на то, что Кипренский закончил Академию художеств по классу исторической живописи, главным жанром его творчества становится портрет. В нем художник выступает новатором. Исследователи давно отметили, что Кипренский как бы именовался их непосредственных предшественников, таких мастеров, как Рокотов, Левицкий, Боровиковский. И венство этого обратился к европейской живописи 17 века. Почему? Русские художники прошлого столетия были поставлены перед задачей догнать Европу, стать с ней в один ряд, который они успешно выполнили. И только следующее поколение художников начинает выстраивать диалог со старым европейским искусством 16-17 веков, которую живопись до Петровской России не знала. Диалог этот происходил не только через ограниченные поездки лучших учеников Академии художеств, срок которых в XIX веке был 6 лет, но и благодаря Армитажу, созданному еще в Екатерининскую эпоху. В Армитаже Кипренский изучает произведения Рембрандта, фламанца Ван Дейка и Рубенса. В своем раннем портрете Адама Швальби, приемного отца Кипренского, крепостного, который усыновил незаконного сына барина, Кипренский цитирует этих живописцев. Как и европейские мастера 17 века, он пишет масляными красками по дереву. Любопытен в связи с этим комический казус. Этот портрет, с которым художник не расставался за границей, был принят неполитанскими знатоками за работу Рубенса. Новшество этого портрета для русского искусства в том, что Кипренский отбрасывает нормы парадного портрета XVIII века, в котором герои по умолчанию достойные цены, просто потому, что изображены в определенной позе, костюме, антураже, и, как правило, принадлежат к высшему сословию. Кипренский показывает достоинство человека, причем крепостного, не через наряд и обстановку, а через глубину его души. Изображая в 1809 году полковника Лейбгусарского полка Евграфа Давыдова, будущего героя Отечественной войны, Кипренский следует традициям парадного портрета, который сложился в Англии XVIII, начала XIX веков. Непринужденная, раскованная поза восходит в классической скульптуре, отдыхающему в сатиру проксителя, что облагораживает образ героя. В соответствии с духом романтизма он не озабочен нашим присутствием и находится как бы наедине с собой, в своем мире чувств. Невиданная до сих пор свобода автора персонажа выразила серию портретов участников Отечественной войны 1812-1814 годов. Они написаны карандашом, иногда с добавлением мела, акварели, пастели, очень легко, импульсивно, виртуозно. Герои этих портретов раскованы так же, как и рука художника. Недаром именно в этой гвардейской среде через несколько лет проявится опасное для государства вольнодумство. Знаменитый портрет Пушкина написан уже более рассудочным, поздним Кипренским, после его шестилетнего пребывания в Италии и жизни в посредекабристском Петербурге. Портрет этот писался с натуры. Пушкину здесь 28 лет. Он только недавно был прощен Николаем Первым и после семи лет ссылки получил разрешение жить в столицах. Этот портрет был заказан другом Пушкина, бароном Антоном Дельвиком, и экспонировался на академической выставке в 1827 году, год создания полотна. И по сей день этот образ считается наиболее достоверным изображением поэта. Сам себя Пушкин красивым не считал и презрительно называл потомка мавров безобразных. Одет он в костюм Дэнди. Плащ на клетчатой шотландской подкладке был реверансом в сторону Байрона и Вальтера Скотта, характерной чертой модника того времени. Она же нужна для оживления почти монохромного колорита полотна и чтобы уравновесить светлеющую на черном кисть руки. Эта изящная рука прямо отсылает к строчке из Евгения Онегина «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Там же, кстати, он описывает набор для ухода за ногтями. Гребенки, пилочки, стальные и прямые, ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Портрет поэту очень понравился. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Оно гласит, что не унижу, пристрастие важных хаанит, то есть мусоискусство. Так он написал стихотворение Кипренскому. Пушкин изображен здесь не только как конкретный человек, не просто как поэт, но как поэт гениальный. В XIX веке искусство – мощный инструмент формирования европейских наций и народов, того, как они о себе думают, как представляют свое прошлое и свое лицо. Один из примеров – Кельнский собор. Этот собор, который начали строить в XIII веке и забросили в XV, до середины XIX столетия, стоял застрявшим подъемным краном на башне. Возможно, в таком виде он бы продолжал стоять и дальше, если бы не немецкие романтики, которые увидели в нем символ германской нации. Не случайно именно в XIX веке появляется и Третьяковская галерея, Музею Русского национального искусства. Каждый народ, который начинал осознавать себя единым и великим, искал своего гения, способного выразить его душу. В Германии это был Гёте, в Британии Шекспир, в Италии Данте, в Испании Сервантес. Русские в патриотическом подъеме начала столетия тоже ищут своего гения. Старшее поколение поэтов, такие как Жуковский и Батюшков, единогласно назначил на роль будущего гения молодого Пушкина. Еще в лицее перещеголял всех писателей, говорит о нем Державин. На момент написания портрета Пушкин успел написать только Руслана и Людмилу, кавказского пленника, в бароновском духе и издать первую главу Евгения Онегина. Арест Кипринский тоже стремится возвеличить молодого поэта. Фигура Пушкина похожа на бронзовый бюст, который древние римляне ставили в памяти великих поэтах. За его плечами статуэтка Эфтерпы, муза лирической поэзии. Также искусствоведы отмечают, что поза Пушкина со скрещенными руками на груди, устремленным в пространство взглядом, является отголоском образа меланхолии, которая еще с эпохи Возрождения считалась признаком гениальности. Как и поэты, которые теперь считаются не просто чиновниками на службе двора, художники тоже завоевывают все больше общественный статус. Жанр автопортрета в России стал формой борьбы живописца на уважительное отношение к себе и своему искусству. Вспомним, что еще в середине XVIII века многие живописцы не подписывали свои работы и, согласно общественному мнению, являлись скорее ремесленниками, чем творцами. Среди них особое место занимает автопортрет Кипренского, включенный в коллекцию Флорентийского музея Эфицы, который с XVI века собирал автопортреты европейских мастеров. Он стал первым русским художником, кто удостоился такой чести. Не только поэты становятся выражением духа нации, ими становятся также крестьяне. Если в Европе крестьянство было лишь частью народа, в России оно становится главной национальной фигурой, ее лицом. Крестьянин главный геро после завершения войны 1812-14 годов. Отечественная историография создает миф о фонтане и партизанской войне, современными историками развенчанной, а в искусстве возникает запрос на изображение крестьянства. Основоположником этого жанра в России становится Алексей Венецианов. Венецианов родился в Москве в купеческой семье, был чиновником. Приехав в 1802 году в Петербург, он некоторое время учился у Боровиковского, а также несколько лет копировал картины в Эрмитаже. Начинает он как портретист, создает серии карикатур на события войны с Наполеоном. В 1815 году Венецианов покупал деревню Сафонково Тверской губернии, ныне Венецианово, и через четыре года, уйдя в отставку, полностью посвятил себя живописи. Творческим толчком для художника стало армитажное полотно его французского современника Франсуа Гране «Внутренний вид Капуцинского монастыря в Риме». Венецианов восхищался этой работой и часами ее рассматривал. Его поражало то, как написано освещение пространства, как отдельные потоки света, по его словам, оживотворяют предметы. Под ее влиянием он сформулировал собственный творческий метод. Я решился победить невозможность, въехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом не надо было оставить все правила и манеры. Дело состояло в том, чтобы ничего не изображать иначе, как только в натуре, и повиноваться ей одной, без примеси манеры, какого бы то ни было художника. То есть не писать картины а-ля Рембрат, а-ля Рюбинс и прочее, но просто, как бы сказать, а-ля Натура. Под влиянием Капуцинского монастыря в Риме он пишет работу гумно. Гумно – это помещение, в котором хранили зерно после жатвы. Картину можно назвать целым экспериментом в области линейной перспективы. Бревна, из которых состоят стены и балки на потолке, образуют линии, сходящиеся в одной точке дальней стене помещения. Фигуры крестьян становятся меньше по мере удаления от зрителя. Все это дает ощущение глубины пространства. Чтобы добиться нужного освещения, Венецианов приказывает спилить переднюю стенку настоящего гумна в своем имении. Он хочет точно передать освещение, писать его с натуры. Работа над гумном длилась два лета. В апреле 1824 Венецианов поднес эту картину императору Александру I. Вскоре она была внесена в каталог императорского Эрмитажа. Художник получил за нее 3000 рублей. Постепенно Венецианов сосредотачивает свое внимание на образах крестьян. За немногими исключениями им сопутствует природа, пейзажный фон. Он пишет две картины на тему времен года «На башне весна, на жатве лето». Эпоха романтизма понимала эту тему как символ круговорота жизни. Вечный труд на вечной земле. Фигуру крестьянки художник увеличил. Женщина гораздо выше лошадей. Она с легкостью ступает по земле. Ее наряд праздничный. Все эти странные подробности не случайны. Крестьянскую женщину венецианов уподобляет античной богине плодородия Флоре. Младенец на первом плане воспринимается символом материнства и плодородия. В этих полотнах художник впервые в русской живописи показывает своеобразие русской природы. Равнинный ландшафт, средние полосы России, низкий горизонт, однообразный колорит, пустынное пространство. В то время большинство русских пейзажистов писали итальянские виды с более благосклонной для человека природы. Крестьянский мир Венецианова стоит отдельно от того, что называется светом, миром города, власти и службы. Здесь даже время течет по-другому. Это идиллия, замкнутый в себе деревенский мир. Крестьяне в нем предстают в ореоле нравственного величия и совершенства. Его картины сложно назвать бытовыми, скорее бытийными. Свои художественные принципы Венецианов передал своим ученикам. В 1820-х годах он открывает школу для рисования в Сафонково, которую содержал на свой счет. В нее принимались дети вне зависимости от социального положения, в том числе и крепостные. Всего через нее прошло более 70 человек. Она стала первой школой в России, где преподавали не по стандарту академии, по которому обучались главным образом копируя гипсы и образцы, а по его собственному. Уже самых ранних этапов ученики начинали писать с натуры предметы, обстановку, интерьеры. Венециановцы стали зачинателями русского национального пейзажа. Так искусствовед Галина Ельшевская называют русскую зиму его первого ученика Никифора Крылова, бывшего иконописца, первым отечественным пейзажем. До этого изображения зимы в русском искусстве просто не было. Написана она была в селе Никольском под Петербургом в 1827 году. С помощью меценатов художнику выстроили избу, в месте, которую он выбрал, и установили содержание. Картину он написал за месяц с натуры из окна мастерской. Интересно, что его современник Королл Брылов в свое время отринул даже саму возможность написать снег и зиму. Все выйдет пролитое молоко. Так он говорил. Самая тихая картина в русском искусстве называют Рыбаков лучшего ученика венецианного Григория Сороки, крепостного художника его друга помещика, исполнявшего еще и обязанности садовника. Венецианову так и не удалось выхлопотать ему вольную. Он получил свободу только с отмены крепостного права в 1861 году. Через три года вместе с односельчанами Сорока написал на своего бывшего хозяина жалобу из-за тяжелых условий выкупа земли и покончил с собой после того, как был приговорен к телесному наказанию. Как можно полагать, в нем долго копилась безысходность, но искусство его совсем другое. Это утопия, рай, где нет душевной смуты. Это спокойствие и равновесие в рыбаках заключено в геометрической композиции картины. Везде протяженные горизонтали, параллельные линии, даже основание облаков это прямые линии. Все ровно, гладко, озерная вода, неколебимая и зеркальна. Эпоха романтизма оценивает роль художника совершенно по-другому. Художник это главный культурный герой столетия, это не ремесленник, неуважаемый профессионал, а мифологическая фигура, гений. Тем, чем являются люди среди других созданий Земли, тем являются среди людей художники, скажет философ Фридрих Шлегель в 1700 году. Первым русским гением был объявлен Карл Брилов, Великий Карл, так называли его современники. Само слово гений возникло еще в Древнем Риме и означало незримый дух, который обитал в человеке или местности и определял их характер. Потом гением стали называть божество, одушевляющее творца, а с XVIII века самого творца, сверхудаленную личность. Предполагается, что такой художник несет в себе некую загадочную сущность под названием гениальность, которая рано или поздно выйдет наружу, несмотря на все преподные обстоятельства. Гении, однако, сами по себе не возникают. Большую роль в становлении живописца Брилова сыграло его происхождение семьи художников. Семья Карла Брилова, чьи предки происходили из Франции, еще с эпохи средневековья была семьей художников. Как протестанты они бежали в Германию, а в 70-х годах XVIII века поселились в России. Прадед Георг Брилон служил лепщиком на императорском фарфоровом заводе. Его отец был академиком орнаментальной скульптуры. Все четыре брата в семье были художниками. Не менее знаменитым был старший брат Карла Александр Брилов, уважаемый архитектор и мастер акварельного портрета. Его отец художник очень строго руководил воспитанием своих сыновей. Нельзя было завтракать, пока не выполнишь утренний урок, копию гравюры или рисунок с натуры. Болезненный мальчик, Карл часто оставался один и, чтобы убить время, рисовал. На одном из рисунков его комнаты сохранилась надпись «Вот так скучно». Даже поступив в академию, Брилов продолжал по вечерам работать под руководством отца. Талантливому юноше был уготован самый почетный путь, стать мастером исторической живописи. Согласно традиции, которая складывается в европейском искусстве, историческая картина – это главный и первый жанр в иерархии живописи. Исторические живописцы создают произведения, которые могут достойно служить воспитанию сограждан, показывают подвиги героев, гражданские поступки. В первой половине XIX века этот жанр в России поднимается на небывалую высоту. Когда Брилов еще учился в Академии, ему уже сулили большое будущее. На него возлагали большие надежды. Его учебные работы восхищали современников. Учебная работа «Нарцисс, смотрящий воду» первоначально должна была быть обычным этюдом академического натурщика. В обычной Академии были такие тематические постановки. Натурщик, упавший на спину, изображал убитого Авеля или разбившегося в падении Карра и так далее. Но Брилов не удовлетворился этим и решил изобразить фигуру Нарцисса в окружении пейзажа. Он пошел в Строгановский сад на Черной речке, дачу президента Академии художеств Александра Строганова и превратил этюд в законченное произведение. За спиной Нарцисса мы видим улетающего Амура, который пронзил его сердце стрелой, из-за чего юноша влюбился в собственное отражение. Блестяще закончив Академию, Карл вместе со своим братом был отправлен в Италию, в страну классического искусства. Так складывается, что магистральный путь русского искусства этого времени проходит именно через Италию, Рим. В Риме будут написаны главные картины этой эпохи, последний день Помпеи Карла Брилова и явление Христа народу Александра Иванова. В Италии Брилов восхищается щедростью природы, согретой солнцем и создает образ вечного праздника жизни. Знаменитый итальянский полдень был заказан Николаем I и находился в Зимнем дворце в будуаре императрицы. Это очень чувственный образ. Итальянка с открытыми плечами срывает спелый виноград, смотря с него словно в зеркало, глаза ее блестят, лицо и тело освещено солнцем. Художники просили разрешения посещать будуар императрицы, чтобы посмотреть на это произведение. Общество поощрения художников, которое финансировало поездку Брилова, приняв эту картину, сделало замечание. Им не понравилась полнота модели. Ваша модель была более приятных, нежели изящных соразмерностей, то есть не соответствуют классическим образцам. на что Брилов ответил, он имеет некоторое право иногда отступить от условной красоты форм и покидает общество. Так сложился художник Брилов. В 1827 году, после написания этой картины, он задумал последний день Помпеи. Он прибывает в древний город, где работает его брат Александр Брилов, который получил разрешение находиться на раскопках от короля Неаполя в награду за свои акварельные портреты. Город Помпеи, погибший от извержения вулкана Везуя в 79 году нашей эры, находит в 1763 году. Город был погребен под слоем пепла и законсервирован в почти первозданном виде. Первый свой эскиз, карандашную зарисовку, Карл Брилов создает еще при первом посещении Помпеи. Однако между замыслом и окончанием картины пройдет 6 лет. Сначала Брилов исполняет копию финской школы Рафаэля, пробует себя в большом размере, ищет заказчика. Подобные картины пишутся только по заказу. Им становится Анатолий Демидов, который выплачивает за нее колоссальную сумму 40 тысяч франков и потом дарит эту картину императору Николаю Первому. Работая над ней, Брилов обратился к археологическим находкам, бродил по улицам, смотрел на отпечатки тела людей, настигнутых лавой. Брилов изображает достоверную улицу, улицу гробниц. Уже колорит полотна в красных и черных тонах задает необычный тон всему произведению. Море блеска, по выражению Гоголя, заливает всю картину. Небо заслонено тучами пепла, на горизонте огненная лава, молния в небе, рушатся здания, падают статуи богов. На первом плане толпа здесь имеет свою историю. Раскололась колесница, с нее замертво упала женщина, рассыпался ларец с драгоценностями, которые она держала на коленях. Рядом с ней плачет ребенок. Жених уносит свое невесту в подвенечном платье с венком на голове. Два юноши несут на плечах старика отца, сын не хочет оставить обессиленную мать. Это римский историк при немладший, который был очевидцем извержения Везувия. Толпа забегает в храм и тут же отшатывается, рушится свод. Среди них можно увидеть человека, на голове у которого ящик с кистями и инструментами художника. Это автопортрет самого Карла Брюлова. Кажется, он замедлил шаги и старается запомнить всю картину, которая перед ним развернулась. Современники были покорены этим полотном. Когда картина была закончена в 1833 году, ее сначала выставляют в Милане, затем в Париже, где Брюлов получает за нее золотую медаль первого достоинства. Затем по морю она прибывает в Петербург. В здании Академии около прославленной картины был устроен праздник. Брюлов был торжественно провозглашен первым художником России, мировым гением, назначен профессором Академии. В автопортрете 1833 года мы видим художника в зените славы. Он придает себе сходство с Аполлоном, богом искусства. Почему картину ждал невероятный триумф? В XIX веке возникает огромный слой людей урбанизированных, которые прежде не были потребителями искусства и знали только фольклор. Выставочные залы и музеи удовлетворяют потребности развлечениях массового зрителя. Искусство заменяет то, что она сейчас делает кинематограф, игры и прочее. Брюлов пишет «Последний день Помпеи», сейчас снимается фильм «Катастрофа». Это фраза искусствоведа Илья Дородченкова. С другой стороны, картина оказывается созвучна настроению русского просвещенного общества, которое наступило после поражения декабристов. Александр Герцин писал «На громадной картине вы видите группы испуганных, остолбеневших людей. Они падают под ударами дикой, тупой, неправой силы, всякое сопротивление, которое было бы бесполезно. Таково вдохновение, почерпнутое в петербургской атмосфере». В Петербурге Брюлов сыскал себе славу прежде всего своими портретами. Он всегда изображает великолепный, блестящий, праздничный мир вокруг человека. Такова, например, его хрестоматийная картина «Всадница». Здесь изображена 16-летняя Джованнина, ее младшая сестра Мациллия, которой на этой картине около 6 лет, воспитанница Юлии Павловны Самойловой, сказочно богатой графини из рода Скавронских и близкой подруги художника. Она заказала Брюлову несколько портретов своих воспитанниц, иногда позировала вместе с ними. Самойлова являлась хозяйкой того имения под Миланом, кусочек которого мы видим на дальнем плане. Художник обращается здесь к общеизвестному в Европе жанру конопрогулки. Переды на фактуры тканей, мускулы лошади под блестящей кожей, все переливается и сверкает. Платье садница садница более парадная, чем амазонка, в которой скакали на лошади. В нем на самом деле было бы жутко неудобно, оно только мешает верховой езде. Брюлов обыгрывает здесь один из излюбленных мотивов романтизма, дикая сила, которая покоряется хрупкости. Джованнина совершенно спокойна, набушующий, агрессивный, встающий на добы лошади. После возвращения в Петербург Брюлов ищет новый исторический сюжет, но полотна лучше последнего дня Помпеев так и не создает. В 1834 году для очередной выставки в Милане на спор он пишет картину смерти Нессы де Кастро всего за 17 дней. Дальше он перебирает темы «Ошествие Гензериха на Рим, Пожар Москвы, Осада Пскова», который в итоге перестает писать, отвернув к стене, назвав досадой Пскова. Он понимает, что написать так же, как Помпеи нельзя, надо писать как-то по-другому, а как не знает. Его триумф оборачивается трагедией. Холодный после Италии Петербург, тяжкий труд, преподавание, постоянное предписание от начальства, все это не способствовало расцвету его артистичной натуру. Художника отправляют выполнять росписью купола Исаакиевского собора, но тяжко простудившись, он не может продолжать работу по состоянию здоровья. Сразу после тяжелой болезни, в один сеанс он пишет свой автопортрет в кресле. Рука его бессильно упала, лицо изможденное. Брилов уезжает в Италию, где заканчиваются его дни. Италию. Италию.